Дорогие зрители, представляю вам Игоря Мурзина, который расследовал убийство Бориса Генцова. Что вам удалось расследовать, Игорь? Вот самое главное. Самое главное? Исполнители и заказчики. В основном поисполнителям, потому что заказчики, они как бы производны от исполнителей. То есть у нас, насколько я понимаю, пытаются найти отдельных заказчиков от исполнителей, поскольку уже исполнители были установлены еще до начала самого суда. Если вы посмотрите, на самом деле, все наши СМИ, о чем говорили, и те же самые, как они убивали Немцова, помните, наверное, в газете примерно такой же статье вышло, как они убивали Немцова. То есть там уже были исполнители установлены. Все, это значит чеченцы, граждане Чечне, на этом точке, соответственно, производно, раз у нас исполнители чеченцы, то, соответственно, и заказчики тоже уже можно искать только там. Это у нас Геремеев, это у нас Кадыров, ну и прочие там, можно сказать, банки, как они это все называют. Хотя, мое расследование, оно совершенно на другом основано, что исполнители тех, которые сейчас сидят у нас на скамею посудили, имеют вообще ни малейшего отношения к данному преступлению, и, соответственно, и заказчики уже тоже не те. То есть, насколько у меня выводы, то это у нас спецслужба. Какие конкретные, либо ФСО, либо ФСБ, это уж точно, надо там определять в верхах, но то, что это спецслужба, это однозначно. И в блоге, ну, я не знаю, это слишком долго, наверное, будут приводить все вообще материалы, которые есть, но их там перечислять, наверное, несколько часов уйдет, поскольку, опять-таки, многие говорят, что я там вот откуда-то там взялся, и что у меня, соответственно, все это типа диванный рассуждатель, типа такого. Но на самом деле, во-первых, я, и когда, допустим, был в Санкт-Петербурге, достаточно известный юрист, я понимаю, достаточно хорошо известно, и все мои выводы, они основаны не на разглаговости, не пустых, а на материалах дела, ровно такие же, как, допустим, у всех адвокатов, которые присутствуют, и у защитников, и у адвокатов, потерпевших Прохоров, так называемых, которые вот педалируют саму эту тему, чеченского слева, именно вот. То есть вот я, как-то, его основной плагент, и, допустим, последний материал, самый последний, который, возможно, может быть сегодня, может быть еще последний, там, прозвучит в суде, это проблема так называемого выстрела, дистанция близкого выстрела так называемого. То есть, насколько у нас обвинение установило, Дадаев стрелял на мосту на расстоянии 6 метров. То есть, конкретно, значит, расстояние тела, он был обнаружен в 100 метрах от начала моста, а он стрелял в 106. То есть, получается, 100 отняли 106 отняли 100, получается 6 метров. В 6 метров стрелял Дадаев. Так вот, одно из выстрелов, конкретно, которые представлены на материалах дела, и у меня подробно-подробным образом расписано, выстрел под номером 5, так называемый, вот он, на нем есть конкретные следы дистанции близкого выстрела, так называемой порошинки, который свидетельствует по всем кимунистическим учебникам, по всем, вот, и я уже обратился к миллиону экспертов, которые все однозначно мне подтвердили, что здесь дистанция идет меньше метра, то есть идет расстояние буквально почти в упорную цему стреляли. Это доказано, это неоспоримо. И я доказываю как раз в том, что произошла подмена в медицинской экспертизе, и там достаточно подробно написано, это, соответственно, один снимок был, с ним были противоположены манипуляции, не знаю, каким образом, ну, с помощью программы, там, фотошопом или еще чем-то, и если вы посмотрите, вы зайдете ко мне в блог, вы увидите, как он выглядит, то есть там снимок, на нем нет порошинок, такие конкретные вкрапления черненькие, это вот как раз порошинки, которые вылетают вместе непосредственно со снарядом, с пулей, и они как маленькие иголочки попадают на кожу, впиваются, и такая как татуировочка получается конкретно, вот такой орел вокруг рамы идет. И в материалах дела, в медицинской экспертизе там есть конкретный подробный, то есть вот вместо этой фотографии подложена другая, и я как раз вот расследую и представляю, там, на самом деле их существует в двух разных экспертизах, существует две разные фотографии, в одной конкретно видны эти порошинки, и которые говорят, что эти станции близко, в другой таких порошинок нет. То есть вот уже, уже такой серьезный предмет для рассуждения, уже говорит о том, что Доздаев не мог являться тем, чем человек, но убийца. И плюс у меня там масса, масса всего, то есть есть у меня реконструкция непосредственно убийцы, которую я специально заказывал, из которой видно, что стрелок, он не мог находиться за спиной Доздаева. То есть там она построена непосредственно, это такая дорогостоящая, на самом деле, реконструкция, которая с помощью компьютера была создана. Это на теле вычисляется по пулевым каналам углы направления вхождения пуль. То есть если человек находился за спиной, то все углы, они должны быть одинаковые. То есть вот они все идут таким растром, одинаково все попадают. Если стрелял стрелок, а он стрелял, и это тоже установлено судом, где-то в полторы секунды. То есть за полторы секунды все пули не глибо одинаково, то есть под одними углами. А когда мы имеем в виду то, что на самом деле, а на самом деле у нас со всех положений, сверху, снизу, и одно вообще прилетело в живот. Но это тоже можно в конструкцию посмотреть и убедиться самостоятельно, что не мог человек, который находящийся за спиной, совершить вот этот выстрел. А кто же тогда убил его? Я опять-таки конкретно это указываю. Конкретно это тот человек, который, скорее всего, выбегал, который навидит ЭВЦ. Вот он, скорее всего, убил, но этот стрелок не является Тадарем, его там не было. И это тоже масса, есть доказательств тому, это так называемые боевые трубки, о которых тоже вот совсем на позапрошлом суде шла речь, то есть боевыми трубками, якобы он в момент там выстрела еще куда-то там звонил. Ну это абсолютный бред, абсолютная фантазия, если вдуматься, то это можно понять, что это абсолютнейшая глупость. Да, но имени вы не готовы называть человека, да? Имя этого человека неизвестно. Этого человека неизвестно. То есть, ну стоит, стоит вот начать следствие по нужному направлению, и я думаю, все это легко найдется, потому что вот так называемый свидетель молодых, которого я на самом деле называю тем самым вторым стрелком, кто добивал Немцова, и привожу массу доказательств тому, о том, что это было именно, что кроме него нет, потому что там людей было, либо он не был Дурицкой, на самом деле, потому что там больше кроме него не остается. А Дурицкая должна была видеть, ведь, нет? Ну, Дурицкая должна была и видеть, естественно, она тот же самый, она соучастник, однозначный соучастник, просто у меня сейчас готовится материал, готовьтесь услышать по-дурийцки, там будут атомные материалы, и там много чего интересного. Это здесь на форуме? Нет, на форуме, если мне предложат выступить, я выступлю, нет, а так я плыги в себя публикую, и это там будет бомба, я вас уверяю, такая бомба, что вам не покажется никому. Так что... Если вы говорите, что заказчики спецслужбы, да? Они не только заказчики, они исполнители. И исполнители. А конкретных имен вы не можете назвать? Кто заказчик? Да. Ну, безусловно, тот, который предупреждал, потому что материал меня называется «Сакральная жертва», и если помните, то есть как раз Немцов тоже предупреждал об этом, что тот, кто говорит о том, что за границей спит и видит, как бы прийти самим грохнуть, а указать на власть. И Немцов, он как раз и думал, что это возможно, что это как раз его тут грохнуть, чтобы указать на заграницу. Вот именно такая ситуация, она есть на сегодняшний день, что в данном случае все это убийство, оно именно в порядке сакрального жертвоприношения, но попытка, если помните, да, давайте перечислим все признаки, что там было у нас в туристке, она вроде бы как агент СБУ подается, то есть она по всем категориям похожа на дуристу. Гражданка Украины. Опять-таки транспортное средство, в котором участвовало в убийстве, опять-таки тоже украинское. Установлено, что пистолет был тоже украинским. И плюс еще одно лицо господин Шаланов, которого якобы погиб в момент задержания. Неизвестное обстоятельство. Так вот по нему, опять-таки, тоже известно, как будто бы, что он непосредственно агент СБУ. То есть вот получается, что у нас вся история, все сходится. И якобы здесь замешана Украина. Но я предполагаю, что цель-то была как раз другая, что там вот, к сожалению, все наоборот, что в данном случае именно приняли участие в убийстве исполнители и заказчики, это ФСБ или ФСО, а попытка была непосредственно свалить на СБУ. Разбирались ли вы, что ли, в мотивах убийства? Мотивов там, на самом деле, если опять-таки мы говорим о ФСБ, то оно не может быть, скажем, там однозначно, как, допустим, предполагает, что вот некоторые, что Борис Немузов не лицеприятно высказался о Путина, да, что вот он такой-то, сикой-то. Другие там говорят, что вот он мог стать президентом и так далее. Нет, я считаю, что здесь комплексная проблема, которая, вот она идет, есть приоритетная цель, приоритетная, приоритетная я считаю, как раз, сакральная жертва. И плюс все остальные, да, которые идут там вниз, и в том числе, участие в президентах, и в президентских выборах, и, соответственно, и не лицеприятно, и в том, что вот он как раз ходил, один из главных позиционеров. У меня тоже приводится достаточно большой список, просто, как говорится, в сует, чтобы это просто говорить, можно все это прочитать, на самом деле. Да, да. А все-таки для чего приносятся сакральные жертвы? В данном случае сакральные жертвы, но здесь это был план ФСБ, прежде всего. Во-первых, найти то лицо, но, во-первых, об этом слишком давно говорилось уже, но, насколько я знаю, Владимир Путин говорит об этом, даже начиная с 2004 года, если мы помним по делу Политковской, там же тоже первая причина называлась сначала именно сакральное жертвоприношение, если вы почитаете, найдете очень много информации по этому поводу. И чем она закончилась? А ничем. То есть, опять-таки, сеченцев посадили, но сакральности не нашли. То есть, получается, что Владимир Владимирович, он об этом говорит уже аж на протяжении, там, я не знаю, 2004-2006 год, 10 лет говорит, от сакральной жертвы все не идет. Но она когда-то должна же была прийти. Вот она, в конце концов, и была. Но, опять-таки, тоже, вы слишком понимаете, слишком много получилось, к сожалению, так сказать, неудачных, в данном случае, я считаю, почему не получилось именно сакральное жертвоприношение, а потому, что произошел какой-то, так называемый, косяк, непосредственно, в момент совершения убийства. То есть, первый стрелок, он не смог совершить того, что и должен был. То есть, по моим предположениям, он должен был выпустить всю обойму в обоях, и в Дурицкую, и в Немцово, и оставить оружие на месте убийства, из которого бы слела, что это украинский ствол. Но, к сожалению, как мы знаем, он этого не смог сделать. То есть, выстрел, скорее всего, был только один. Только все один. А дальше уже посрелился так называемый чистый человек, который должен был совершить это убийство уже до конца. И, соответственно, и стволов не оказалось. То есть, там все пошло не так. Понимаете? Все пошло не так. И, к сожалению, сценарий не получился до конца. То есть, его срочно по ходу пришлось перелопачивать. И вот опять, опять, к сожалению. И я заканчиваю всегда свои выводы, что это говорит о чем? Это говорит о том, что следует ждать продолжения. Что на этом никогда не закончится операция, так называемая сахарная жертва. То есть, пока, покуда, покуда не будет представлен обыватель так называемый вот конкретный результат, вот они за границей убили всем, именно чтобы оборочить правительство Путина и так далее, то вот этот момент будет продолжаться, к сожалению. Я считаю, что опять-таки убийство Шеребета это тоже продолжение его же. То есть, он был определенный там был момент сакральности. Но вы можете объяснить, что такое сакральная жертва в современной России и для чего она и кому она? На самом деле, если вы возьмете Владимир Соловьев, это первый же, кто об этом сообщил, где-то в четвертом году он об этом, не помню, какой конкретно в итальянской газете сказал. Сакральная жертва именно то, о чем... Он рассказал историю про Бориса Березовского, что хорошо бы кого-то грохнуть, чтобы повесить это все на Путина и на правительство. Вот это приложение не такое. И оно вот так и идет, что любое убийство, которое где бы там ни случилось, власть как бы определяет, что это была цель именно оппозиции, а не сами грохнуть. Ну, он же так и говорит. Сами грохнут, а потом власть пытаются изобличить. Именно в этом оно и заключается, сакральная жертва. Именно по, опять-таки, по рамкам Кремля. Они из этого и исходят. Ничего, ничего убили. Сами грохнули и потом об этом говорить. Спасибо большое, Игорь. Успехов в вашем исследовании. И вам, давайте.